Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин и мы продолжаем знакомиться с точкой ТР-10 Тяньцзинь. И сегодня тема лекции видео урока «Нарушная часть глаза». Итак, внимание на схематическое изображение данного меридиана. Мы знаем, что точка ТР-1 начинается на безымянном пальце, поднимается вверх, вверх контролирует седьмой позвонок. В точке Е12 данный меридиан уходит вниз в глубину, контролируя грудную брюшную мочеполовую систему. И дальше мы видим, что меридиан проходит наружной, около ушной раковины и заканчивается у наружной части глаза. Итак, если данный меридиан воспален, то, конечно же, энергия может пойти либо в органы, воспалить их, либо подняться вверх и воспалить наружную часть глаза. То, что необходимо? Через точку ТР-10 можно данный меридиан расслабить. Также можно через точку ТР-10 меридианы протонизировать, скажем, в своей практике я так делаю часто. И не вижу разницы, как некоторые авторы пишут, что только на точку, которая седатирует меридиан, нужно воздействовать методом седатации. Это неверно. Точки универсальны. Они принимают как плюс, так и минус. Итак, если у человека есть проявление воспаленности в области глаз, если есть у человека покраснение наружной части глаза, сыпи всеразличные, боли, постоянная чесотка там, даже может поменяться часть как бы кожного покрова в области глаза. То помните, что через точку ТР-10 мы можем что? Улучшить состояние всех заболеваний, либо проявление заболевания боли в области наружного глаза. От вас только нужно воздействовать и не бояться работать с данной точкой. Спасибо за внимание.